МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот уже в шестой раз Пермь на два дня стала центром притяжения ведущих правоведов страны. Конгресс ученых-юристов можно смело назвать одним из брендов города и края. Ведь участники ежегодного форума – представители элиты российской юриспруденции. Доклады, обсуждения, круглые столы интересны и мэтрам, и студентам. Это такой интеллектуальный клуб, открытый для всех, кто стремится следовать высоким профессиональным стандартам. Это всегда интересно, потому что сами преподавательский состав, который живет на острие подачи юридической науки молодому поколению, конечно, нуждается в том, чтобы и юристы практики общались с ними, и от этого, значит, динамичность самого обучения, конечно, повышается. Нет повторений, нет устаревания, а актуальность, она определяется самим временем. Поэтому я думаю, что те, кто сюда приехал, приезжают, в общем-то, с большим интересом. Сегодня российское законодательство насчитывает 18 кодексов, и прежде чем внести в них какие-либо изменения или дополнить новой статьей, необходимо пройти длинный путь. Любое, даже малейшее изменение, прежде чем найти отражение в документе, проходит обсуждение научного сообщества. И Пермская экспертная площадка позволяет это сделать с максимальной пользой. Активный законотворческий процесс идет. И в этом году у нас был человек, который, по сути дела, в Нижней Палате парламента этот процесс планирует. И он услышал ряд достаточно интересных замечаний, предложений, обсуждений, мнений, которые были в отношении того, что у нас будет с ГК, например, что будет с разделом «Вещное право». Достаточно интересная дискуссия на второй день развернулась в отношении судьбы единого процессуального кодекса, гражданского процессуального, быть ему или не быть. Мы услышали аргументы, а почему, собственно, так решил комитет Госдумы, потому как не каждый формат позволяет объяснять, почему принято реально такое решение. С учеными-юристами при Камье тесно сотрудничают правовые школы Казани и Екатеринбурга. За годы работы им удалось выстроить по-настоящему партнерские отношения, говорит заведующий кафедрой гражданского правоуральского юридического университета Бронислав Гангала. Власть, теория, практика, все это судейское сообщество представлено. Мне кажется, что это очень полезно для всех. Пермская изюминка как раз состоит в том, вот то, что я говорил, что здесь оптимальное сочетание теории и практики. Здесь председатель апелляционного суда, краевого суда, здесь представителей судейского сообщества очень много. И здесь же теоретики из университета. Вот эта пермская, вот эта изюминка, на мой взгляд, вот в этом сочетании. Традиционным организатором правового форума выступает юридический факультет Пермского классического университета. Конгресс – правоприемник ежегодных научных конференций, которые уже более 20 лет проводятся в стенах ВУЗа. Потребовалось приложить немало усилий, чтобы обсуждение актуальных проблем гражданского, трудового, финансового, уголовного и других отраслей права стало событием российского масштаба. Проведение Конгресса ученых-юристов в Перми стало уже действительно доброй научной традицией. И она призвана позиционировать Пермский край как субъект Российской Федерации, в котором созданы условия для развития юридической науки, образования, для обсуждения актуальных проблем законотворчества и правоприменения. В экспертной оценке действующих законов и новых инициатив напрямую заинтересована исполнительная власть. Конгресс с 2013 года проводится под патронажем губернатора края Виктора Басаргина при поддержке ведущего юридического издания «Статут» и «Ассоциации юристов России». Во многом мы обязаны проведение этого форума, конечно, профессионалам, юристам, тем, кто занимается этим непростым делом, этими вопросами. По доброй традиции вновь встречаемся на Пермской земле. Безусловно, обсудить актуальные вопросы права. Также найти эффективный механизм разрешения юридических коллизий и пробелок. Система бесплатной юридической помощи в Пермском крае остается одной из центральных тем Конгресса. Для незащищенных слоев населения в регионе работает Государственное бюро. Здесь принимают без записи и без очереди. Достаточно принести с собой необходимые документы. Основной темой и полномочием деятельности правительства Пермского края и ассоциацией является организация системы бесплатной юридической помощи для населения Пермского края. И нужно отметить, что за эти два года создана достаточно обширная система. Ее оказание в крае действует Государственное юридическое бюро, в которое может обратиться житель, обладающий правом на бесплатную юридическую помощь, а также ряд негосударственных центров бесплатной юридической помощи под гидой ассоциаций юристов. Зачастую инициативы и идеи, появившиеся в рамках Пермского конгресса ученых-юристов, впоследствии находят отражение в законодательных актах федерального значения. Председатель профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников говорит, что общение такого формата раскрывает потребности юридического сообщества страны. Все-таки он Всероссийский конгресс, и вот коллеги из Екатеринбурга, из Казани, из Саратова, по-моему, очень дельные мысли, и пермские коллеги, мне очень понравилось. Это все очень важно, и такой обмен мнениями с разных юридических школ, ну, очень важен, потому что если вариться только в какой-то московских кабинетах, в московской тусовке, ну, соответствующие будут решения, которые не будут учитывать. Какие-то региональные особенности. На пленарном заседании Павел Крашенинников презентовал написанные под его авторством книги «12 апостолов права». Они посвящены самым выдающимся, по мнению автора, юристам в истории России, в том числе и в истории Пермского края. Те, кто описан в книге личности, которые изменили не только государство и его историю, но и право в целом. Мы разорвали формат, если можно так сказать, да, потому что в пленарке не делаются презентации книг на крупных научных мероприятиях, но мы это заранее согласовали, мы это себе позволили, и отклики были самые положительные, и мы считаем, что мы выбрали абсолютно верный подход. То есть начали нашу дискуссию, традиционную уже для Конгресса, на самые актуальные темы, на злобу дня, с того, что презентовали пермской общественности и на пермской земле очередную книгу из этой замечательной серии, которая позволяет понять, как, зачем и почему развивалось право в России и обрести ясность в отношении этих тенденций, которые были, есть и будут. Второй день Конгресса был посвящен работе дискуссионных площадок. Участники разделились на группы, чтобы акцентировать внимание на профильных вопросах, от самых общих до узкоспециализированных, таких как интеллектуальное право и разрешение международных споров. Один из круглых столов прошел в санатории Демиткова. Обстановка располагала к неформальному общению. Пермский Конгресс достаточно сильно отличается от многих площадок подобного рода. Но прежде всего, с отсутствием формальности в обсуждении этих вопросов, с таким камерным характером, я нисколько не оспариваю возможности такого формата, как в Санкт-Петербурге, когда это очень масштабное такое, боюсь сказать, пафосное мероприятие. Такие мероприятия тоже нужны, и они свою нишу тоже закрывают. Но нужны вот такие мероприятия, которые дают возможность юристам в более тесном кругу пообщаться, не разыскивая друг друга по огромному помещению, с тем, чтобы обменяться мнениями. Я лично участвую на Третьем Конгрессе с момента, когда Ассоциация юристов присоединилась к соучредительству в этом Пермском Конгрессе. И важно отметить, что он наряду с Европейско-Азиатским Конгрессом, который проходит обычно в мае месяц в Екатеринбурге, он, принимая эстафетную палочку в осеннюю сессию, в осенний семестр, проводит здесь уже в Перми, так сказать, по эту сторону Уральских гор, и также входит в нашу федеральную программу плана работы Ассоциации. То есть это уже признанное мероприятие такого всероссийского уровня. По моему мнению, это четвертая или пятая по уровню конференции в году в России. То есть, наверное, конечно, это Питерский Конгресс, Екатеринбургский, Москва, Казань и потом, наверное, даже Пермь. Потому что, конечно, по тому уровню, как организация, по тем людям, которые приезжают сюда, по программе, по задачам, которые ставятся на каждый Конгресс, это очень сильные мероприятия. Ежегодно организаторам приходится поднимать планку, чтобы Пермский Конгресс был интересен элите российского юридического сообщества. В следующем юбилейном для классического университета году перед научным сообществом будут стоять уже новые задачи и новые цели. Межрегиональный общероссийский форум классической юридической университетской науки Пермский Конгресс ученых-юристов. Таковое базовое, совершенно пока не согласованное название очередной сессии Конгресса, которая пройдет к столетию, у нас в задумках есть. И мы попытаемся сейчас понять. Вот то, что мы сформулировали, и то, что нам хотелось бы обозначить, но не потому, что мы этого хотим, а потому, что это так и сложилось, сможем ли мы обозначить уже на следующий год, или нам надо идти еще несколько лет к этому. Вот над этим мы сейчас думаем, над тем, чтобы то, что объективно сложилось, на сегодня, ну, может быть, тоже было формализовано, и мы расширили бы формат до там общероссийского регионального мероприятия. На днях действительно мы отметили в очередной раз наш профессиональный праздник, День юриста. Пермской юридической школе хотелось бы пожелать, чтобы она развивалась и прирастала не только новыми студентами, которые выпускаются ежегодно, а еще и своими выпускниками, которые возвращались бы в стену университета, и вместе с нами дальше развивали бы многие университетские проекты, к числу которых относится и Пермский конгресс ученых-юристов с его многочисленными теперь уже сателлитными проектами. Мы всех ждем в стенах университета, на наших площадках, и дай Бог, что это позволит всем нам почувствовать себя единой профессиональной корпорацией на территории края общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова